Вот это удивительно, удивительно, удивительно. И мы сделаем короткую запись сейчас, и чтобы человек мог находить себе любимое дело, заниматься любимым делом, раскрывать свои таланты, свои возможности. Вот вы говорите, как? Ваше любимое дело, как? Вы варите, варите, да? Да, мне нравится варить. Я когда варю, я успокаиваю. Как вы это делаете, как вы это делаете, и что вы при этом чувствуете? Ну вот иногда так думаешь, что вроде вот нужно варить, не знаешь, что варить. А когда начинаешь уже варить, и входишь в этот процесс, и реально успокаиваешься прям вот. Очень хорошо, очень хорошо. А ещё вы любили бы что сделать? Вот допустим, вам бы сейчас предложили что? Играть на чём-то там, или рисовать там, или изобретать там, или танцевать. Вот что бы вы выбрали? Ну, мне вот нравится с компьютером работать. Хоть я вижу вот и не очень, но я, у меня есть программа, я увеличиваю, и могу что-то прочитать. И интересно вот так открывать, что-то новое, посмотреть. Группа у меня есть православная. И вот я это туда выкладываю. Вы такая позитивная, у вас такое вот прямо лицо, прямо светится. Вы такая красивая. Спасибо. Вы такая замечательная. Ну, конечно, конечно. Вот. Конечно, вы в компьютере тоже можете что-то хорошее делать. Вот мы для школы сейчас вот записываем вот эту запись. И поможем всем. Поможем всем, кто хочет найти себя, кто хочет раскрыть у себя таланты, способности. Может быть, он с детства мечтал быть там пианистом или художником, а может, мечтал стихи писать, а потом что-то у него обрубилось и не смог. Может, он любил там на гармонии играть, и у него не получилось в жизни. А поэтому у него там, потому что у него способности не реализовались, у него поэтому напряжение растет, растет. А когда он об этом думает, мечтает об этом, у него напряжение падает. Потому что когда человек думает о том, о чем он хочет думать, ему легче. Да? Или это не так? Да. Вот когда мы делали разгрузку, и вы говорили, вспомните в детстве, вот что вы это, любили. А у меня был маленький такой пианино, и я на нем играла двумя пальцами. Так вот тук-тук-тук. И получалось, я ноты сама нашла, и так здорово было. И я в разгрузке представляла, как будто я в детстве сижу и играю. У меня в этот раз вообще прерыв сил был классный. Здорово было после этой разгрузки. Да, вот это важно, чтобы каждый человек, когда он делает разгрузку, как методику, мог вспомнить, что он в детстве любил делать. Правильно? Да, еще, знаете, я вспоминала вот такой интересный момент. В лагере вы говорили, что качели, это же так классно. На качелях, когда качаешься, такое успокоение наступает. И я вспомнила, что вот я на качелях, ко мне приехали мамани с папаней, и вот мы курицу на костре жарили. Так классно! Я представила, что мы все вместе сидим. Вот эта разгрузка у меня была вообще самая классная. Я потом много раз вспоминала это, и легче мне становилось. Прям даже на душе реально легче. Вот это замечательно. Это замечательно. Вот вы сидите сейчас, покачиваетесь, и вот покачиваетесь. А я люблю, я правда, вот у меня это идет уже, наверное, я сижу и качаюсь, мне легче. А что у вас там по телевизору показывает? А, я не знаю, просто идет так потихонечку, и все. Понятно. Вам, конечно, нужно, вот сейчас время-то сложное, конечно, вам нужно, чтобы вы похудели, вам нужно больше, конечно, хорошего смотреть. Смотреть хорошего, да. Я, например, советовал многим шутку, смотрите одесские анекдоты и мои картины. Ну, шутку, Дяк, я советовал. У вас картины. А вы мои картины видели? Да. Мне нравятся, некоторые прям очень нравятся, которые вот пароход там такой с это, с белыми такими парусами, мне нравятся, и цветы мне нравятся. А самые любимые у меня ромашки. Ромашки у вас. Ромашки у вас. Спасибо большое. Спасибо. Показывает иронию судьбы. Что, что? Иронию судьбы. Иронию судьбы. А, да, да. Наташа не подсказывает, говорит там иронию судьбы. Он вот сто раз его как-то смотришь, да, уже наизусть, знаешь, а всё равно приятно. Там музыка хорошая. Вообще музыку очень люблю. Очень хорошо. Ну, вы делаете несколько дней вот это упражнение, то, что мы сегодня делали. Потом мы в школе покажем, я покажу это упражнение, тоже важное, как отцепляться от тех наваждений, которые вот, ну, допустим, вы в детстве хотели заниматься чем-то любимым делом, а вам кто-то сказал, да ничего у тебя не получится никогда. И это становится прилипчивым. Да. И потом не делаете этого. Или вы занимаетесь каким-то любимым делом, а вам кто-то говорит, да это не имеет никакого смысла. И всё обрубили. И всё обрубили. Ещё если человек вот впечатлительный, то сразу прилипится. А мы покажем в следующий раз разгрузку в школе, как от этих всяких ненужных прилипчивых мыслей, которые создают и болезни, и отрубают смысл жизни, как от них избавиться, как выйти на такое состояние, когда творить хочется, когда озарение по заказу происходит. Захотел, ночью ложишься спать, заказал себе тему, изобрести что-то. И используешь вот этот дрейф между сном и бодрствованием, и время от времени об этом думаешь, что ты хочешь изобрести. И в какой-то момент проснулся с ощущением, что это скоро будет. Да, скоро так будет на самом деле. И ты через несколько дней, вдруг у тебя идеи приходят. То есть как это использовать? Это у меня есть ещё волшебные подушки, я об этом говорил. Смотрела этот вебинар. Позраивался? Позраивался, я заказывала, да. Потягушеньки я делаю. Утром, говорю, сегодня хороший день. И получается. Кстати, получается. Получается. Уже какой-то день хороший. Ну, спасибо вам. Спасибо, до встречи. И вам спасибо. И вам спасибо большое. До завтра. Здоровья вам. До завтра. До завтра. До завтра. Пока.